Всем привет, друзья! Меня действительно зовут Алексей Гришко. Давайте чуть-чуть поговорим про дизайн. Я решил сделать презентацию в стиле эволюции дизайнера, где я поделюсь тем, как проходил вообще мой путь личный. Мне кажется, это может быть интересно для вас. И в этом разрезе мы с вами познакомимся с тем, кем вообще можно быть в дизайне, потому что на самом-то деле деятельности там очень много и очень разных. Так, поехали. Поехали и презентация не двигается. Смотрите, я вам вкратце расскажу, кто я такой. На сейчас я продуктовый дизайнер. Мы сегодня узнаем еще, кто это такой. И преподаватель, соответственно, в гилере. У меня довольно длинный такой маршрут по профессии получился. Я был и иллюстратором, и графическим дизайнером в оффлайне, и UI дизайнером, потом UX дизайнером. И вот теперь я пришел к тому, что я продуктовый дизайнер. Помимо всего прочего, у меня еще было свое агентство, мы назывались Masters, которая прожила три с половиной года, после чего я решил поменять немножко направление. Вот, собственно, в этом году я стал работать как продуктовый дизайнер над онлайн образовательной платформой. Кто же мог, кто бы мог подумать, да. И если кому-то интересно, я поделюсь ссылочками потом на агентство. У нас до сих пор живой сайт. Можете посмотреть наши работы, можно посмотреть тот продукт, над которым я сейчас работаю и так далее. Короче, это, конечно, не самое интересное. Давайте сразу вводу. Первое, что хочу вам сказать, это вообще про дизайн в принципе и про дизайн в цифровой среде. Первое, что важно понимать, это то, что это отличие дизайнера от художника, естественно, да, от искусства как такового. Важно понимать, что дизайнер это человек, который решает определенную поставленную перед ним и перед бизнесом задачу для удовлетворения потребностей пользователей. Это очень важно понимать, потому что, ну, в свою очередь художник, например, да, он не завязан ни на какой задачи, он просто проявляет свое видение мира, свое видение конкретной проблематики через любой инструмент искусства, там, не знаю, картина, скульптура, перформанс или все, что угодно. Вот, а дизайнер, конечно, делает это с конкретной целью, скажем так. Я здесь нарисовал такой кружок, у нас слева есть графика, справа есть смыслы. Я условно распределил очень базовые такие вещи, которыми можно в принципе заниматься в дизайне на такие две большие сферы, да, где профессии в дизайне, которые больше завязаны на том, чтобы делать красивую картинку и те профессии, которые больше завязаны на исследовании, аналитике и цифрах. Здесь мы с вами приходим к первому очень важному, к первой очень важной находке, то, что на самом деле есть профессии в дизайне, которые вообще не то, чтобы не должны уметь рисовать, а они вообще даже макеты могут не делать, то есть их деятельность вообще завязана на том, чтобы что-то, какую-то информацию найти, ее проанализировать, сделать выводы, собрать архитектуру продукта и проследить, чтобы потребности бизнеса и пользователей были удовлетворены. Давайте вкратце пройдемся, что тут есть. У нас есть графический дизайнер. Это очень общее название, на самом деле графическим дизайнером чаще всего называют тех, кто работает в оффлайне с любого типа продукции, да, это может быть дизайн рекламных материалов, не знаю, раздаточных материалов, какое оформление, не знаю, помещение, все что угодно, но это вот все графика в оффлайне, да, которая здесь в основном человек как раз работает с эстетикой. Иллюстратор – это отдельный человек, который рисует что-либо на заказ, это то, через что я, собственно, прошел, сейчас этим поделюсь. Иллюстратор – это такой художник на заказ, да, то есть ему могут сказать, что нам нужна какая-то вот такая штука с определенной эмоцией, там, не знаю, какой-то персонаж для игры может быть, или иллюстрация для сайта, или все что угодно, да, вот это отдельный человек, который занимается такой историей. Отдельно у нас 3D-дизайнер, я думаю, понятно, что он делает, фактически смыслово, это такая же профессия, как у иллюстратора, только здесь уже человек чуть-чуть другими инструментами владеет, да, это Cinema 4D, 3D Max и прочие такие вещи, Blender какой-нибудь. Motion-дизайнер – тоже отдельный зверь, да, который владеет конкретно навыками анимации, After Effects или любой другой такой фигнень для того, чтобы либо делать анимации для интерфейса, вы можете отдельно, да, быть таким вот человеком, либо делать, не знаю, там, короткие ролики, инфографику, все что угодно, то есть это тоже отдельный вот такой человек. Видите, вот желтенькие – это у нас такие люди, которые сильно завязаны на графике, сильно завязаны на эстетике. Посередине у нас находятся такие промежуточные варианты, некоторые, да, это UI-дизайнер и разработчик на конструкторах, что очень неочевидно, как по мне. UI-дизайнер, с этим вы точно знакомы, это вот все те, кто делают красивые макеты. Это человек, который ответственен, конечно, в том числе и за то, как устроена, например, навигация на сайте, как реализованы определенные элементы интерфейса на сайте, но и в том числе он наводит красоту, скажем так, да, то есть он и смыслово как бы думает над тем, что делает, и в том числе он делает, конечно, эстетику, делает красивые картинки и так далее. Разработчик на конструкторах – это очень новая такая штука, это отдельная прямо сейчас профессия становится, благодаря тому, что развиваются технологии веб-разработки. Сейчас, я думаю, что вы слышали, да, такие инструменты, как Tilda, Squarespace, ReadyMac, прочее-прочее, это вот такие инструменты, которые позволяют дизайнеру фактически собирать макет у себя в браузере, который уже будет работать, то есть там уже будут нажиматься кнопочки, будут работать переходы, будет работать какая-то анимация и так далее. Это на самом деле суперкруто, это довольно узкая ниша, то есть вы можете выучиться на дизайнера, вы можете подучить немножко, да, правила верстки на HTML, CSS и так далее, и стать отдельно специалистом, который собирает сайты конкретно на этих конструкторах. Конечно, большие решения типа там какой-нибудь CRM-ки или игры вы не соберете, да, но простые заказы, например, корпоративные сайты, лендинги и так далее, собирать можно, и это на самом деле очень здоровская история. Вход в эту профессию, конечно, через дизайн, потому что код там есть, естественно, да, и код нужно знать как дополнительный навык, дополнительное знание, но все-таки разработчик на конструкторе – это в первую очередь дизайнер. И синенькие такие чуваки у нас остались, UX-дизайнер, продукт-дизайнер – это ребята, которые сильно завязаны на смыслах и в меньшей степени делают графику. Удивительное рядом дизайнер может целый день заниматься тем, что он составляет какие-то графики, таблички, пишет документы и так далее, делает юзабилити-тестирование, да, и прочие вот такие вещи, и он тоже называется дизайнер. Почему? Потому что дизайн в цифровой среде, хотя в принципе вообще везде, да, дизайн – это не про то, как вещи выглядят, а про то, как они работают. Конечно, эстетика – это очень важно, то есть хорошо бы, да, уметь сделать это еще и красиво, элегантно и так далее, но первоочередно дизайнер должен решить функциональную потребность, проследить за тем, чтобы продукт закрывал те задачи, которые перед ним стоят, которые поставили, собственно, в свою очередь бизнес и целевая аудитория. UX-дизайнер – это вот человек, который, собственно, проводит исследования первичные, да, то есть анализирует аудиторию, анализирует конкурентов, сам бизнес, его задачи, приоритизирует функционал и сопровождает непосредственно реализацию и так далее, да, то есть проверяет, насколько хорошо реализована та или иная часть интерфейса, например. А продукт-дизайнер – это чуть-чуть еще шире человек такой, потому что он, в отличие от UX-дизайнера, он вообще в ответе за все, что делается над продуктом. То есть он должен коммуницировать и с UX-частью, и с UI-частью и следить за тем, чтобы и эстетика, и смысловая нагрузка хорошо реализованы, приносили доход и вообще все было здорово. На самом деле здесь можно сильно углубиться. Я думаю, вы понимаете, что это очень упрощенная схема, это я набросал такие самые популярные теги, назовем это так, в сфере дизайна, но здесь еще можно делить и не делить, да, потому что есть отдельно такие редкие звери, как, например, информационный архитектор, есть отдельно там UX-аналитик, а есть отдельно UX-исследователь, есть вообще отдельно стоящий продукт-менеджер, который должен в том числе и дизайн понимать. Но тут мы, давайте, не будем сильно это углублять, потому что можно и расширить, и сузить это до бесконечности. Кстати, насчет сузить здесь очень важный момент, который я хотел вам сказать. Есть такое устаревшее понятие, как веб-дизайнер. Я прошу вас забыть об этом, веб-дизайнеров уже давно не существует. Это понятие, которое у нас было ориентировочно до нулевых, в связи с тем, что когда цифровых продуктов было мало и требования к ним были низкими, можно было найти одного специалиста, вот, собственно, его, этого самого веб-дизайнера, который делал абсолютно все, да. Он надо всем думал, все анимировал, все рисовал и так далее. Сейчас, конечно, у нас настолько усложнились цифровые продукты и продолжают усложняться, что профессия эволюционным способом, как это обычно бывает, дробится на более мелкие части, появляются более сложные инструменты, точечные и так далее. Вот такая история. Так что, наверное, вы на фрилансе, если вы можете называться веб-дизайнером, но это тоже не совсем уже верно. Чаще это уже называют UIUX-дизайнер, это то, собственно, чему мы обучаем. Так, поехали. Давайте расскажу вам, из чего состоит дизайнер. На своем примере просто пройдусь по определенным этапам развития и, мне кажется, можно подчеркнуть оттуда много полезной информации. Изначально, как все было, диджитал говно, панки хой, я говорил, что вообще разработка интерфейсов – это все фигня дикая, нужно рисовать руками, рисовать в векторе. Я делал иллюстрации, соответственно, на заказ, в футболках печатал, всякие принты делал и т.д. и т.п. И мне казалось, что это вот моя вселенная, которая мне сильно подходит. Кстати, видите, у нас кружок делится на hard skills, soft skills. Я думаю, уже из предыдущих выступлений вы понимаете, что это такое. У нас все навыки сейчас будут разбросаны таким образом. Здесь у нас, видите, карандашик и глазик. Глазик – это насмотренность. Насмотренность обязательно развивается самостоятельно человеком. Это невозможно привить. Нужно, чтобы вы самостоятельно смотрели на то, что есть на рынке и делали вывод о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Это развивабельный навык, но делать это нужно самостоятельно. Никто за вас это не реализует. А карандашик – это навык рисовать, в моем случае, руками, да, потом и в векторе. Как все было. То есть я говорил, что все, рисуем только графику. Не хочу вообще там углубляться как-то в то, как это все работает и т.д. И рисовал всякие красивые картинки, вот такие вот иллюстрации. Продавал их всяким образом, да, опять же, на футболках, на постерах и т.д. И это на самом деле тоже нормальный путь. Быть иллюстратором, да, как узким специалистом, который делает конкретные вещи на заказ, рисует конкретные какие-то штуки. Это нормально. У нас, конечно, нет отдельного курса пока что про это в Гилель. Вот, мы больше все-таки про UI, UX. Но классно, если вы в какой-то момент для себя осознаете, что для вас важно и что для вас круто. Вот, рисовал я, рисовал такие штуки, но в какой-то момент, конечно, приходит понимание того, что этого мало, и я двигался дальше. Здесь давайте очень популярный вопрос в тему, да, обсудим. Часто спрашивают, надо ли вообще дизайнеры уметь рисовать. Понятно, что если вы иллюстратор, то да, естественно. Но если вы UI-дизайнер, UX-дизайнер или еще какой-либо зверь из вот этих категорий, да, вы можете совершенно не уметь рисовать. Особенно если UX вам вообще это точно не нужно. Вам нужно уметь думать, уметь брать интервью, уметь анализировать информацию, уметь искать информацию и так далее, да. Но если вы рисуете непосредственно макеты, и вы хотите, чтобы они были уникальными, вы хотите делать для них иллюстрации самостоятельно, вам придется этому научиться. Научиться этому, на самом деле, в наше время, как и всему остальному, я думаю, несложно. Учим скетчинг, учим то, как это переносится в диджитал и полетели, да. Делать это можно. Но это больше как дополнение, это необязательное условие входа в профессию. Что происходит? Я думаю, что у большинства из тех, кто сейчас нас смотрит, именно такая ситуация. Ты наполнен мотивацией, думаешь, дизайн, как все круто, начитал со статей, но чего делать вообще, куда идти, не очень понятно. В школе, в университете никто ничего не сказал, надо как-то вообще-то двигаться. И здесь моя рекомендация номер один, на самом деле, я думаю, что это касается всего, что было вышесказано на этой конференции, про то, что нужно обязательно поиграть на всех нотах, для того, чтобы понять, что именно вам подходит. Вы заочно можете, конечно, себе представлять о том, что вам больше подходит графика, или я такой очень, у меня математический склад ума, я буду там что-то исследовать, анализировать и так далее. Вы можете думать так бесконечно долго, но нужно обязательно попробовать. Именно для этого я рекомендую проходить курсы, в частности у нас, где основная задача даже не то, что вы пройдете там и будете обладать всеми знаниями, навыками и срочно пойдете в эту профессию, а фишка в том, что вы можете для себя понять, что подходит вам это или нет и что есть рядом. Вот это тоже очень важно. То есть вы изучаете конкретную профессию и понимаете, с чем она соприкасается. Возможно, после того же курса дизайна какого-нибудь, бейзика, вы поймете, что, опа, окажется там в программной части что-то интересное происходит. Или наоборот, вот я очень классно делал все домашки, которые связаны с графикой, и я теперь все, я буду только рисовать красивые интерфейсы или пойду вообще делать иллюстрации или еще что-то. Так что, короче, желаю вам играть на разных клавишах для того, чтобы была палитра для самоопределения. В какой-то момент я сказал, ладно, и начал, конечно, изучать фотошоп и иллюстратор, потом изучил индизайн, и у меня пошел буклетно-лифлетный период. Я думаю, что у какой-то части из вас, кто интересуется дизайном, такой период был, или, может быть, он длится до сих пор. И это на самом деле полезная штука, потому что ты понимаешь, какой материал и как работает. Когда вы, если вы вот сейчас находитесь в этом этапе, да, то есть вы пока что рисуете все офлайн-материалы, когда вы макнетесь в онлайн, вы поймете, насколько вообще разная вся эта история. И это будет очень интересным открытием, да, потому что диджитал-материалы, в отличие от офлайн-материалов, они очень гибкие, там гибкие сетки, там какие-то разные правила с навигацией и так далее, да. То есть сверстать книжку или газету – это совершенно другое дело, чем нежели сверстать мобильное приложение, да, например, дизайн мобильного приложения. Короче, полезный период, который желаю, ну, либо нащупайте, что вам это интересно, либо давайте дальше и приходите к нам на UI UX. Здесь у меня был вот пока этот буклетно-лифлетный период, у меня происходила жизнь фрилансера. Вероятно, тоже, опять же, какое-то количество из вас сейчас проходит этот этап, и на самом деле это круто. Почему? Потому что если у вас будет возможность пройти через этот этап, или вы уже через него проходите, здесь вы учитесь самоорганизации и ставить заработок на поток. Это очень здоровский опыт, и более того, здесь очень ценно то, что ты каждый раз делаешь очень разное, ты не знаешь, что у тебя будет, да, ты попробовал порисовать логотипы, ты попробовал порисовать иллюстрации, не знаю, какой-нибудь буклетик сверстал и так далее, и ты встречаешься каждый раз с новыми сферами дизайна, которые перемежаются и дают тебе понимание того, во что лучше всего двигаться, да. А вдруг вы поймете для себя, что вы классно верстаете, например, книжную верстку делаете, да. Это вообще отдельная сфера дизайна, тоже здорово и классно, если вы для себя сознательно дадите ответ на этот вопрос на этом этапе. Здесь еще есть отдельно очень важный момент, что когда ты работаешь на фрилансе, когда ты практикуешься на фрилансе, кстати, у нас очень много домашек в процессе курса, да, и на бейзике, и на про, нужно коммуницировать со сторонними людьми, мы никогда не работаем в вакууме, потому что дизайнер не работает в вакууме. Короткое отступление скажу. Дизайнер – это инженер, который работает с людьми, то есть напрямую нам очень важно проявлять эмпатию, понимать, чего они хотят, как они это хотят, да, и пытаться решить их задачи таким образом. Поэтому у нас на курсах обязательно есть практические задания, когда ты должен выйти в поле и реально поговорить с реальными заказчиками, поговорить с аудиторией, не знаю, исследовать конкурентов и так далее, для того, чтобы сделать какие-то выводы о том, что и как будет работать. В общем, да, очень важная нотатка. Это то же самое, что происходит на фрилансе, да, мы учимся излагать мысли и спорить. Вы сами себе становитесь продажником, менеджером, маркетологом и всем остальным. Это довольно ценный опыт. Здесь важно, что у нас в этом кружке появляются инструменты для самоорганизации, всякие тайм-трекеры, имейлами. Учимся правильно пользоваться, то есть писать письма, аргументировать, да, и так далее. Составлять мейнмэпы, документы и т.д. и т.п. В этот момент, на самом деле, вы как раз и можете понять, что, например, ваша смежная деятельность, та, которая вам действительно интересна, это, например, project management или product management или еще какой-то, или UX, например, да, почему бы и нет, который по большей части как раз и является работой с документами, мейнмэпами и прочими такими штуками. Здесь у нас открытие номер два, что всю эту дорогу вы, естественно, читаете, вы и сейчас это делаете, вы читаете статьи, смотрите конференции, как вот это, смотрите всякие видосики, может быть, что-то рисуете и так далее. И это все очень здорово, окей. Но это не структурированные знания, которые вы получаете в разный момент времени и с разной степенью сложности. Да, это хреново. Сейчас объясню. Вы в какой-то момент можете начать читать очень сложную статью, где, например, обсуждается расчет размера каких-то элементов интерфейса, там, иконок, кнопок, бегунков и прочего, в зависимости от скорости нажатия человека на тачпаде или уровнем владения его на мышке. Есть очень сложные всякие математические модели, как там что высчитать, да, какого размера, там кликабельная область должна быть и так далее. Но это тяжелый материал. И он предназначен для тех, кто уже прошел какие-то базовые штуки, которые, по крайней мере, отдают себе отчет, да, чем он занимается и как это все делается, да, из чего это делается. И только потом можно нырять вот в такие сложные штуки. Вот эта неструктурированность знаний, она как раз и побеждается курсами. Привет, привет. Где наша задача как бы работать для вас как фильтры и давать вам знания последовательно по мере их возрастания, да, что, зачем и как делается, что стоит изучать, в какой момент времени и так далее. Так, так, так. Дальше у меня произошел такой период, когда на самом деле он был не один, но это самый показательный. Я работал в компании Cinturia. Если кто-то смотрит видеоблоги, вы знаете наверняка авиасейлс, да. Вот это как авиасейлс у нас было только в Украине лет, наверное, 8 назад или что-то такое. И это был суперклассный опыт, который я вам тоже желаю получить. Работы в большой компании, где ты можешь исследовать процессы того, как дизайнер включен в рабочую среду. То есть, как ему спускаются задачи, какие требования вы получаете от верстальщиков, от программистов, кто как на вас ругается, да, как потом тестировщики это проверяют и так далее. Это на самом деле суперценный опыт, потому что вы уже теперь не рассматриваете себя как дизайнера просто в вакууме, да, как это было, например, на фрилансе, да, сам себе игрок. Здесь уже вы как-то попадаете в какую-то коробочку, где вас ограничивают, вам дают какие-то конкретные условия, тайминги и так далее. Вам нужно это соблюдать, и это на самом деле ценная штука. После прохождения курсов у нас, естественно, у вас есть возможность, если вы удачно завершите курс, если вы пройдете собеседование и так далее, вы можете попасть вот в такую какую-нибудь компанию, продуктовую или неважно какую, да, может быть, агентство, студия и так далее, где вы увидите включенность в рабочую среду. А это супер-супер-лайк. Вот, я рисовал вот такие вот всякие штуки, и здесь хотел просто сказать, это инфографика, да, у нас была всякая вот иконочки всякие, рисовал и так далее. Тут зачем я это показываю? Здесь очень важно понимать, что когда ты работаешь в большой компании, у которой большой бюджет, у вас есть время. Если ты работаешь на фрилансе, у тебя есть там условно две недели сделать лендинг, да, ты особо как-то не разгонишься в экспериментах, ты вот как, какие у тебя компетенции в знаниях и навыках были на момент приема этого проекта, так ты его и реализуешь за эти две недели. В отличие от фриланса, когда ты работаешь в большой компании, у тебя есть зазор времени для экспериментов, и ты можешь чего-нибудь дополнительно подучить, как-то поковырять, да, а если так сделать, а если вот так сделать, и много-много-много экспериментировать. Это обеспечивает, собственно, только наличие крупных бюджетов в компании. Поэтому желаю вам, короче, тоже попасть в какую-то компанию хотя бы на какой-то промежуток времени, чтобы почувствовать этот вкус, понять, каково это делать такие эксперименты. Это вот всякие презентации, видите. Я верстал, тоже полезная штука, полезный навык. Но в какой-то момент, когда ты работаешь в большой компании, ты начинаешь понимать вот в процессе этой всей включенности, что дизайн неразрывно связан с маркетингом. Причем неважно чего дизайн, да, оффлайн или онлайн материалов, интерфейсов, чего угодно, вы поймете, что вам придется обрести то, что называется маркетинг-майндсет. То есть понимание того, какие инструменты и какие методологии используются в маркетинге для того, чтобы определить эффективность цели, задачи и прочие вещи. Я думаю, несложно провести параллель, что UX-дизайнер, да, это суперблизкий чувак к маркетологу, потому что он точно так же изучает рынок, точно так же изучает аудиторию. Единственное, у них чуть-чуть разные инструменты, у UX-дизайнеров все направлено исключительно в интерфейс, то есть его задача интерфейс сделать классным, да, а не бизнес, а у маркетолога бизнес. Вот. Ну, это если говорить про UX-дизайнеров. Все остальные дизайнеры тоже очень сильно завязаны на маркетинге, и я вам желаю вот в какой-то момент времени, я думаю, у вас по-любому будет это открытие, вы поймете для себя, там, не знаю, какие бывают CRM, CMS-системы, системы email-рассылок, как считается, не знаю, там, лидогенерация и прочие такие вещи, потому что таким образом вы поймете, как сделать материал более эффективным. Вот небольшая картинка для того, чтобы проиллюстрировать эволюцию понимания дизайна, да, в самом начале у тебя что происходит? Надо, чтобы было красиво, и это нормально, да, это не зазорно, просто это точка входа для всех. Надо, чтобы было красиво. Потом ты понимаешь, что надо, чтобы было понятно, потому что тогда поднимается эффективность того, что ты сделаешь. Потом становится ясно, что надо, чтобы продукт был правильный, то есть, чтобы вообще, в принципе, то, что мы делаем, да, решало цели и достигало задач той аудитории, для которой это реализовано. Ну и в самом конце, конечно, большой вопрос, зачем мы вообще все это делаем, но там, вот на самой вершине, там живут стратеги, которые, знаете, это, собственно, продуктовый дизайнер в том числе, естественно, все, кто занимается бренд-дизайном и так далее, вот это чуваки, которые вот так вот с горы пытаются ответить на вопрос, зачем и куда мы идем и так далее. Это не значит, что на каждой из этих ступеней кто-то лучше другого, да, потому что, например, в самом низу, вот там, где надо, чтобы было красиво, эстетика – это суперважно тоже. То есть, если вы умеете делать классно качественную картинку и вы отдаете себе отчет, что вы крутой UI-дизайнер, вы умеете классно сверстать красивый макет, да, это тоже ваша отдельная сила. Здесь самое главное – не распыляться и не говорить, что теперь я буду делать и UX тоже, да, при этом вы UX будете делать херово. Лучше дать себе отчет в том, в чем вы сильны, и на этом, собственно, скакать дальше. Ну и помимо того, что сильны, еще чтобы вам это нравилось. Но это уже отдельный вопрос. Вот такие вот дела. Короче, у нас появляется в этой табличке тот самый маркетинг-майндсет. Видите, у нас тут таск-менеджеры появились, MailChimp, AmaCRM и всякие презентажки, битриксы и так далее. И это здорово, потому что ты начинаешь понимать вообще, как работает вся машина и какое место в каких цепочках маркетинга берет на себя дизайнер. Потом у меня случился такой этап, когда мне пришлось познакомиться с программированием. И это я вам тоже желаю. Совершенно не обязательно учить дизайнеру там какой-нибудь Python или C-sharp, не дай бог, или еще что-то такое. Вы не программист, да, в конце концов. Но очень здорово, когда вы понимаете, очень базовые, это очень легкие языки, HTML, CSS, JS, платформы, на которых разрабатывается, да, тот же WordPress или какой-нибудь Drupal или еще что-то такое. Просто для того, чтобы понимать, как вам лучше делать макеты, которые быстро и легко сверстаются и будут работать так, как ожидается. Так, как ожидается. Потому что макет рабочего продукта, будь то сайт или приложение, это не просто картинка, да, конечно. Там должны быть правила того, как эта штука работает, какая область нажатия, как это будет вести себя при уменьшении ширины экрана и прочие-прочие такие вещи. Для того, чтобы нормально сделать вот макет, который примется и будет классно реализован, пожалуйста, здорово с этим подружиться. Здесь я хотел еще вкратце сказать про самоопределение. Как мы уже поняли, вот там очень много всяких названий, да, ты можешь быть UI, UX, иллюстратор, 3D, аниматор, информационный архитектор, interaction дизайнер и прочие-прочие чуваки, да, сам не стыдно сегодня называться UI дизайнером, а завтра называться UX дизайнером. Стыдно, если вы себе не отдаете отчет в том, кто вы на данный момент времени. То есть понятно, что вы будете трансформироваться. Вот как я рассказал вот эту историю короткую, я тут иллюстратор, а потом я понимаю, что, ой, кажется, я уже теперь рисую интерфейсы, теперь я UI дизайнер, а потом, ой, кажется, я уже делаю исследования, теперь я UX дизайнер. Это нормально. Главное определять тот вектор, который вы держите, держать его, собственно говоря, да, и трезво отдавать себе отчет, как вы на сейчас называетесь и кем вы хотите, в конце концов, получиться. Вот мой тернистый путь. Опять же, здесь не значит, что, например, UX лучше, чем иллюстратор, да, или еще, или там предприниматель лучше всех остальных. Конечно, не так. Это просто вот мой маршрут, который был. Иллюстратор, граф дизайнер, UI, UX. Потом предпринимательство у меня было, и вот сейчас я продакт-дизайнер и счастлив пока что в этой профессии, скажем так. Здесь такой чуть-чуть хитрый слайд про то, что нужно немножко врать. Что это имеет в виду? Если вы уже в профессии, я думаю, что у нас есть сейчас люди, которые уже как-то что-то в дизайне делают, да, и вы хотите обрасти дополнительными компетенциями в практике, вам необходим полигон для испытаний, верно? Для того, чтобы этот полигон для испытаний приобрести, то есть какую-нибудь компанию, которая готова будет инвестировать в вас в каких-то очень скользких делах, нужно немножко приврать. То есть если вы умеете делать UI-часть, и приблизительно понимаете, как делать UX, но при этом вы хотите закрывать эту и другую область, попробуйте прорваться в профессию тем, чтобы как-то реализовать минимально эти свои инструменты в UX и потестировать. Пойдет, значит, будет здорово. Понятно, что не нужно говорить, что вы абсолютно хорошо делаете то, чего вообще никогда не делали, но ничего страшного, можно каждый отдельный инструмент изучить, например, юзабилити-тестирование, да, вы там у своего работодателя сейчас делаете только UI-часть, ну, и там может быть по UX что-нибудь точечно, но в какой-то момент времени вы поймете, что хотелось бы, конечно, провести тестирование, узнать, каково это, пощупать это, да, можно попробовать продать эту идею своему работодателю или продать эту идею на фрилансе и посмотреть, как у вас это получится. Это не стыдно и хорошо, я считаю. Таким образом, у меня, например, в жизнь пришло прототипирование и тестирование. Это две обязательные вещи, которыми должен владеть, например, UX-проектировщик. Это когда мы делаем минимально работоспособную модель того продукта, который разрабатываем и пытаемся узнать, чего пользователи думают по этому поводу. Вот, собственно, на некоторых проектах я и попробовал это прощупать, в частности, это Гилель в том числе, когда мы разрабатывали LMS-ку, это наша внутренняя админка, да, я продал идею того, что давайте мы проведем масштабные исследования по этому поводу, мы собрали прототипы, собрали тестовую группу, короче, провели вообще максимально классный, максимально классный полигон для испытаний, короче, у нас тут был. Вот, и это здорово, все получили какой-то ценный, классный опыт. Желаю вам, короче, не ссать и пробовать делать всякое. Вот точно таким же образом, например, у меня в жизнь пришел монтаж и анимация. Сюрприз-сюрприз. В какой-то момент я просто понял, что где-то мне надо чуть-чуть подрезать видосик для интерфейса, да, чтобы он классно зацикленно встал на сайт. Где-то мне нужно было анимировать какие-то штуки, которые я хочу, чтобы красиво встали, ну, неважно, куда-нибудь. И я начал открывать для себя Adobe Premiere, After Effects и бла-бла-бла. Это, на самом деле, очень здоровские штуки. Но это важно понимать, что это больше дополнительно. Если мы говорим про UI, UX-проектирование, вы можете Cinema 4D изучать, да, у нас, например, на курсе про он изучается как отдельный инструмент. Вы можете там тот же After Effects изучать и так далее. И это нормально, но это дополнительные инструменты, да. Конечно, самое главное, такое основное знание – это про то, как и что делать в конкретном дизайне. Сейчас, здесь, наверное, еще очень важно сделать отступление, потому что… Смотрите, у нас вот в этом кружочке, видите, сколько всяких инструментов, всяких буковок, да, есть Photoshop. Сюда еще надо, на самом деле, скетч надо было добавить, не добавил, но не суть. Скетч, там, фигму и так далее. То есть это отдельные инструменты, которыми оперирует дизайнер для решения своих задач. Важно понимать, что когда вы покупаете курс по дизайну, вы не покупаете курс по Photoshop. Да, у нас есть отдельное занятие, несколько занятий, которые посвящены отдельно оттачиванию конкретных сложных моментов в иллюстраторе или в Photoshop или еще в чем-то. Но мы не курсы по этим инструментам, да. Эти инструменты вам придется осваивать самостоятельно, благо на это есть Udemy или любая другая платформа. Не знаю, в YouTube есть куча уроков. Пожалуйста, там осваивайте то, как конкретно обращаться с молотком или пилой. У нас курс по дизайну, который подразумевает, что вы должны понять, как выстроен весь процесс работы дизайнера, как исследовать аудиторию, конкурентов, понимать бизнес-задачи, что такое хорошо и плохо, как должен выглядеть нормальный, не знаю, фрейм, макап, прототип или еще что-нибудь и, конечно, пробовать это все делать. Но отдельно учить весь, условно, месяц иллюстратор, конечно, мы не будем. Это очень важно поменять. Так, у нас тут куча всяких инструментов, но к этому всему еще в виде дополнения очень важно сказать про коммуникацию. Это то, что у вас будет развиваться вообще все время, весь вот этот вот маршрут, вне зависимости от того, кем вы будете, в какой момент времени. И это суперважно, особенно для технических специалистов. Эта проблема особенно видна у программистов разного уровня. У дизайнеров это должно быть развито даже лучше. То есть если программистам это условно где-то простительно, потому что они там очень здорово работают со своими инструментами, могут там не сильно классно коммуницировать со внешним миром, то дизайнеру это непростительно. Потому что сейчас будет очень важный момент. Один из основных качеств, которые дизайнер должен в себе развивать, это эмпатия. Как я уже говорил, дизайнер – это инженер, который работает с людьми. То есть вы должны уметь понять, что люди хотят, в какой ситуации они находятся, когда используют, в каком контексте они используют, да, тот или иной продукт. Чего они добиваются и как мы можем в итоге им помочь. Потому что мы с вами не только рисуем красивые штучки, дрючки, а мы с вами проектируем логику того, как эта штука будет работать. Какая функция чего важнее, как она будет представлена, да. То есть будет ли это выпадающий список или чек-лист, будет ли это там большая кнопка или маленькая, где ее расположить и так далее. Все это, это, собственно, про коммуникацию. Мы должны все это очень хорошо понимать со стороны пользователей, со стороны бизнеса понимать, да, и потом как-то реализовать. Здесь еще небольшое отступление. Скажу про то, что часто, особенно в графическом дизайне, допускают такую ошибку, думая, что результат нашей работы должен удовлетворить непосредственно владельца бизнеса, который у нас что-то заказывает, или его жену, или там, не знаю, каких-то его коллег. Это, конечно, не так. Задача дизайнера – объединить две стороны. Это потребности бизнеса и потребности целевой аудитории. Где целевая аудитория даже побеждает. То есть нам важно, чтобы целевая аудитория оценила классно то, что мы с вами сделали. И если вам владелец бизнеса или его жена говорит о том, что нам вот ночью приснилось, что надо, чтобы все было зеленое, а вы понимаете, что, аргументированно понимаете, что зеленый вообще никак никуда, и это не будет работать, да, ваша обязанность уметь в качественной коммуникации донести до этого лица, принимающего решения, о том, что так это не будет, потому что так это не будет работать, да. Вы дизайнеры, вы делаете свою работу, вы тратите свою компетенцию на то, чтобы придумать, как сделать лучше всего. Чужие хотелки – это просто чужие хотелки. Мы с вами тут не художественным, искусственным занимаемся, да, мы решаем задачи, и если вы с высоты своей экспертизы, которую, я надеюсь, вы обретете, понимаете, что это работать не будет, вы обязаны это качественно донести. У меня произошел прекрасный период знакомства с конструкторами нового поколения, в частности, с Тильдой. Это вот уже мы очень близко к сегодняшнему дню. Я до сих пор, на самом деле, разрабатываю на Тильде, и вам рекомендую это как отличный инструмент. На самом деле, можно еще и веб-флоу посмотреть, кто слышал, знает, да. Это очень перспективная, сильная, на самом деле, штука для простых цифровых решений. Но, тем не менее, короче, познакомился с Тильдой, и мы начали на этом зарабатывать. У нас, собственно, мое агентство, которое работало, мастерс, у нас основная экспертиза, это был брендинг для компаний, для организаций, неважно каких, и разработка на конструкторах нового поколения. это конструкторы для сайтов с визуальным редактором. Это Тильда, Squarespace, ReadyMac, Верстка и etc. То есть, их на рынке уже теперь довольно много, но на русскоязычном пространстве Тильда мощь, да, на англоговорящем пространстве это Squarespace. Вот эти два великана сейчас очень круто развиваются, и вы вполне себе можете пройти курс там Basic или Prop в дизайне, чуть-чуть подучить там код, да, или еще какие-то такие вещи, и стать разработчиком конкретно на этих платформах, это довольно перспективная штука. Сейчас прям отдельно люди ищут разработчиков на этих штуках. Теперь небольшое философское отступление, мы уже ближе к концу, если что, не зевайте. Небольшое философское отступление, я в какой-то момент, как бы это сказать, я перепугался, что у меня так вот, я как-то везде потынялся, да, у меня есть какая-то основная экспертиза, это все-таки там UI дизайн, чуть-чуть UX, и все вот это вот остальное, вот эта вот каша из всех инструментов, это вот такое дополнение, которое меня усиливает, и я подумал, что а какого черта это все не подтверждено, да, я же должен быть сертифицированным специалистом, и я начал охоту на сертификаты, я был вообще суперголодный на сертификаты, я начал получать бумажки о том, что прошел курс по колористике, курс по скоропечатанию, курс, не знаю, там по скорочтению, по UX проектированию, не знаю, по смысловому проектированию в моем мэпах, короче, всякие вот такие штуки, и я реально охотился за ними, мне нужно было больше, больше сертификатов, я пытался утвердить самого себя на рынке, для того, чтобы как бы уверенно заявлять, что я крутой пацан, и все, и все шикарно, но, что я вам скажу, сертификаты, это, конечно, замечательно, но они не играют роли, если вы ни хера не умеете, а у меня такое было, не стыдно, если вы прошли какое-нибудь обучение, прошли его, ну, допустим, не самым лучшим образом, но зато хорошо поняли материал, и теперь применяете это в практике, стыдно, если вы прошли определенный материал, получили за это сертификат, а потом, там, не знаю, похерили это, или, короче, все забыли и так далее, чтобы это было применимо, но здесь есть очень важный, такой смысловой казус, я сейчас, может быть, скажу непопулярную штуку, что, проходя наш курс, это ок, если вы не станете дизайнером, почему, потому что, для этого у нас существует курс Basic, где основная задача, как я ее вижу, это посмотреть, что вообще бывает, как это работает, и найти себя в этой или смежной деятельности, опять же, это то, про что я говорил, да, то есть вы поймете, что, блин, вся часть, которая связана с UX, вообще мне дается суперслабо, ни черта не ясно, плохие оценки, все, мне это не подходит, да, но зато, меня там прикололо, вот, те занятия, когда мы, например, рисовали иконки, это было здорово, пожалуйста, вы можете вообще отдельно, я вас удивлю, но в мире есть отдельные дизайнеры, причем очень крутые, которые исключительно рисуют иконки, такие существуют, и так далее, то есть вы можете для себя нащупать какую-то, или смежную деятельность, как я говорил, да, про программирование, или еще что-то такое, в этом и есть очень сильная ценность, поиграть на этих клавишах, и понять, что для вас класс, что для вас точно не класс, ну и напоследок, просто пожелание для тех из вас, кто боится менять свою жизнь, и думает, что я устал, хочу что-то нового, но боюсь, что если я сейчас уйду, то это мне поломает жизнь, здесь я с вами поделюсь очень важной, классной, как мне кажется, смысловой такой штукой, отсебятиной, что раньше больше 20, наверное, лет назад, ну при Союзе тоже, ну еще даже чуть-чуть дальше, была такая модель, что человек обучается и работает на определенную профессию всю свою жизнь, да, где у нас задача, это получать бонусы в процессе прохождения через одну конкретную профессию, то есть ты должен быть самым лучшим бухгалтером в Украине или в Советском Союзе и получать там жигуль и квартиру. Сейчас у нас удивительное и прекрасное время, как я считаю, когда вы можете в течение своей жизни прожить несколько жизней, вы можете поменять несколько раз профессию, и это будет окей, и вы можете реально все время трансформировать свою экспертизу, где самое важное это честно отдавать себе отчет, где вы находитесь, куда вы движетесь и не забывать учиться. В принципе, все, да пребудет с вами сила, рок-н-ролл. Вопросы, пожелания, предложения? То есть первый вопрос, в чем отличие UI от UI? UI и UX это просто совмещение... А, я сюда, да? Я думал, это ты вот тоже, да. Еще раз. Есть отдельная сфера UI-дизайна. Это больше работа с графикой, работа с графическими макетами, где твоя задача классно собрать все так, чтобы потом передать это на верстку и программирование этого интерфейса. UX-часть это про исследование и, ну там, максимум какой-нибудь разработка фреймов и прототипов. То есть UX-дизайнер, он ходит, смотрит на людей, ходит, смотрит на бизнес, пытается понять, что им всем нужно в конкретном контексте, да, собрать из этого архитектуру, то есть из каких страниц это будет состоять, какое контентное наполнение необходимо, какой функционал необходим, приоритизировать это все и прощупать сценарии, как люди это все будут использовать. Вот это UX-дизайнер, да, вот это вот две области. UI UX-ом называют смешение, это UI UX- это новый веб-дизайнер, вот у нас был термин веб-дизайнер, да, фактически сейчас, когда говорят UI UX, подразумевают человека, который умеет вот это вот все абсолютно. такие люди вводятся на фрилансе, такие люди вводятся в каких-нибудь небольших агентствах, студиях и так далее, но как только мы начинаем говорить о каком-то серьезном проекте, о каких-то серьезных компаниях, там, конечно, есть разделение, есть отдельный специалист, который проводит исследования, есть отдельный специалист, который рисует иллюстрации, есть отдельный чувак, который собирает макеты и так далее. Вот такая вот история, я надеюсь, я ответил. Да, спасибо большое. Второй вопрос. Нужен ли английский для дизайнера? Универсальный ответ, да. Английский нужен для всех и всегда. Английский — это международный язык. Я думаю, вот на этом мы можем закончить. Я понимаю. Очень категорично. Ну да. Где искать работу? Первую. После курсов, во-первых, вы уже, у вас будет первый диплом. Я помню, они тут. Это я размышляю. Во-первых, после окончания курса у вас будет дипломная работа. Это конкретный проект, который вы реализуете. И если сделаете его классно, можно выставить его на бехансе, пошарить с друзьями. И, короче, это уже будет прикольный старт. Дальше важно пробовать. Я считаю, что нужно пробовать на фрилансе хотя бы взять пару каких-то простых проектов для того, чтобы проверить свои силы. Как я уже говорил в процессе презентации, получить такой вот ценный опыт. Где важно помнить о том, что первые заказы вы можете взять только тогда, когда у вас есть подтверждение своих компетенций. А подтверждение своих компетенций вы можете сделать через демо-проекты, через пустышки. Не сидите на жопе. Попробуйте сделать веб-сайт для Деда Мороза. Попробуйте сделать брендинг для местного зоопарка. То есть попробуйте сделать какую-то штуку, которая это никому не продастся, это не реализуется, это просто какая-то пустышка, задача которой зацепить потенциального клиента, зацепить, не знаю, потенциального партнера и так далее, чтобы подтвердить вашу компетенцию. А после вот таких бесплатных балований вы вполне себе можете получить платный заказ или много платных заказов. А потом желаю вам попасть еще в разные форматы, потому что совершенно разная вещь это работать в агентстве и работать в продуктовой компании. Когда ты какой-нибудь дизайнер в Фейсбуке, вся ваша жизнь построена вокруг того, чтобы увеличить эффективность каких-нибудь кнопок в Фейсбуке. И совершенно другое дело, когда вы работаете дизайнером в Банде или в Тени или в Федриф или в Щуке, когда вы у вас каждое условно полгода или какой-то у них лэб, каждое полгода у вас вообще новый проект. Тут вы банк сделали, тут опять же зоопарк, тут еще что-нибудь. То есть надо пробовать, но я думаю, что входная точка это бесплатные демо-проекты, чтобы подтвердить самому себе и окружающему миру, что ты что-то можешь. Дальше фриланс и дальше уже там компании и так далее. Так. Все, серьезно, вот так я ответил на все вопросы. Все, друзья, приходите к нам учиться дизайну. Всем рок-н-ролл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok